Украшения способны передать эмоции, состояние души и настроение женщины. Для героинь сериала «Империя Кюсэм» были тщательно подобраны украшения, подчеркивающие красоту и изящество каждой госпожи. Жемчужная брошь Фахрие Султан. Эту брошь повелитель подарил Фахрие в день ее свадьбы с Дервишем, со словами «Пусть брак перенесет только радость». Брошь выполнена в виде цветка из белого жемчуга, что подчеркивает статус Фахрие Султан. Украшения Фахрие гармоничны и подчеркивают с одной стороны ее нежность и скромность, напускные, а с другой – силу и женственность госпожи. Фиолетовая корона и колье Кюсэм Султан. Из украшений этой госпожи тяжело выбрать самые красивые, так как они все восхитительно подобраны. Корона украшена множеством драгоценных камней. Видно, что это кропотливая работа, много витиеватых завитков. Колье тоже очень оригинально. Изумрудное колье Атике. Данное украшение госпожа получила в подарок от брата Султана в день свадьбы с Силахтаром. Очень нежное и красивое колье прекрасно подчеркивает невинность госпожи. Значимый подарок от повелителя, доказывающий его любовь к сестре. Фиолетовая корона Хасыки Айше Султан. Айше – очень женственная девушка, настоящая мать и любящая жена. Все ее наряды и украшения преимущественно в постельных и нежных оттенках. Данный образ подчеркивает, что она является сильной, значимой и влиятельной особой. Главной женщиной-повелителя. Ничего лишнего. Корона очень похожа на ту, которая на Кюсэм. Но все же она другая. Видно при внимательном рассмотрении. Белоснежная диадема Гефхерхан Султан. Гефхерхан – самая добрая госпожа из империи Кюсэм. Ее образ наглядно это показывает. Наряд подобран очень гармонично. Много узоров, завитков и драгоценных камней. Их расположение как бы является выражением внутреннего состояния и эмоций госпожи. Образ в белом цвете показывает, что ее любовь была истинной и светлой. С благими намерениями. Сергей Корона Кюсэм Султан. Подарок повелителя в день их брака с женщиной действительно поражает своей красотой. Госпожа не расстается с этими серьгами и символично надела их в день своей победы – восхождение Шелзаде Мурада на престол. Обратите внимание на корону. Она золотая. По крайней мере, таковой ее представляют создатели фильма. С аккуратными небольшими драгоценными камнями. Образ демонстрирует силу и могущественность госпожи. Кольцо Турхан. Данную вещь нам демонстрируют при первом появлении Турхан в сериале. Это символичный знак, который показывает, что она баш Хасыки Ибрагима и весьма влиятельная персона, которая сыграет немалую роль в истории. А это корона Турхан Султан, которую она надела вместе с кольцом. Комплект украшений Хюмашах Султан. В сериале все украшения тети Султана очень красивы и изящны. Конечно, для того, чтобы подчеркнуть ее важную роль в государстве и многолетний опыт. У нее было с кого пример брать. Вспомните, насколько роскошна была София Султан. Кстати, реальная София Султан тоже обожала роскошь и была баснословно богата. Это первое появление Хюмашах Султан во дворце. Роскошное зеленое платье с павлиним пером и очень красивый царственный комплект из короны и серег. А это образ, в котором она спасла Зульфикара. В красном Султанше тоже очень хороша. Корона и серьги Халиме Султан. Драгоценности, выполненные из золота, подчеркивающего статус валиде Османского государства. Роскошное красное платье. На мой взгляд, один из самых красивых образов Халиме Султан. А завершает мой обзор неповторимое валиде над всеми валиде. Все украшения София Султан богаты и роскошны. В первом сезоне конкурентов в этом у нее нет. Драгоценности массивны и с разными камнями. Это с янтарем. А эта диадема напоминает перья павлина. Насыщенный красный цвет очень идет София Султан и подчеркивает ее женственность и силу. Очень мне нравится корона София Султан с изумрудами и великолепное колье. Один из самых царственных образов София Султан. А какие украшения из сериала «Великолепный век. Империя Кёсэм» запомнились вам?